Я всех поздравляю от души и от сердца с этим великим и радостным праздником, который сам Господь учредил, когда сказал, наблюдая и праздник жатвы. Друзья дорогие, для того, чтобы быть счастливым человеком, одна из составляющих, надо иметь благодарное сердце. Мы живем в удивительно прекрасное время. Время просто невиданное, благословенное, в изобилии. Посмотрите, еда относительно дешево. Посмотрите, технологии, горячая вода, машины, транспорт, самолеты, интернет. Все вот, все, просто живи и радуйся. И в то же время наше поколение одно из самых, возможно, знаете, разочарованных поколений. Магазин придет целые полки снотворного, люди не могут спать. Множество людей в депрессии. Посмотреть просто на печальную статистику самоубийств, алкоголизма, наркомании, которые растут в Америке. Благословеннейшая страна. Все дороги открыты. Люди не находят силы, чтобы жить. Называется смерть от отчаяния. Когда человек вроде все есть, в душе пусто. Поэтому еще в древности было сказано, что не хлебом единым будет жив человек. Не хлебом единым. Друзья, дорогие, сегодня мы собрались возблагодарить Творца за урожай, за праздник. За то, что хлеб насущный есть. Но также напоминание, не хлебом одним будет жив человек. Бог хочет, чтобы его люди, его народ, его дети были благодарными людьми. Детки, дорогие дети, вы благодарите своих родителей. Дети, вы благодарите родителей своих. Детки, вы говорите спасибо папа, мама. Кто-то говорит из деток или это не принято в семьях? Деточки, дорогие, подростки. Кто говорит маме, папе спасибо? Поднимите руку. Некоторые говорят, дети. Ай, все говорят, и сзади тоже говорят. Очень важно, очень-очень важно. Друзья, дорогие детки, цените родителей ваши. Слушайтесь папочку и мамочку. Благодарите их. И Бог хочет, чтобы мы, как дети, тоже были благодарны и признательны Ему. Чтобы мы понимали, что Библия напоминает нам, что всякий дар совершенный нисходит от Бога. То есть, все, что доброе есть в жизни нашей, это Его подарок, это Его дар. А мы что можем? Что мы можем добавить? Поблагодарить Творца. Сказать спасибо. Благодарю Господи. Хвала. Аллилуйя. Прославить Господа. Много лет назад один европеец посетил Америку. Его спрашивают, что вам больше всего запомнилось. Он говорит, вы знаете, американцы такие люди. Американцы такие люди, они все время в движении. Они все время в движении. Они все время что-то туда-сюда-туда. Он говорит, они даже когда садятся, они все равно продолжают двигаться. В Америке тогда в популярность ходили рок-н-черс, вот эти качающиеся стулья. Для него это так дикоинно было. И даже когда садятся, они все равно двигаются. А Бог говорит, остановитесь и познайте, что я есть Бог. Друзья, дорогие, спасибо. Молодцы. Пускай Бог благословит каждого. Кто нашел в это время сегодня, в этот день, чтобы остановиться, сесть, подумать, помолиться, поблагодарить Творца. Бог говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен на родах, превознесен на земле. И благодарность не только приятна Богу. Богу приятна наша благодарность. Как благодарность детей приятна родителям. Благодарность делает производят чудеса буквально в нашей жизни. Когда меняется отношение. Когда меняется взгляд на жизнь. Когда меняется настроение сердечное, когда мы благодарим и не принимаем все как должное, но благодарим того, кто нам все дает необходимое для жизни. И знаете, праздник жатвы, очень радостный праздник. Пророчество, древнее пророчество говорит так. Книга пророка Исайя, 9 глава, 3 стих. Исайя 9, 3. Ты умножаешь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобою, как веселяться во время жатвы, как радуются при разделе добычи. То есть от древности жатвы это радостный праздник, это благословенный праздник, праздник ликования, праздник благодарности. Ты умножаешь народ, увеличиваешь радость его, он будет веселиться пред тобою, как веселяться во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Это радость. Как-то разговаривал с одним офицером США и говорит, у нас во время одних из занятий возник такой диалог. Один из офицеров молодых кадетов спрашивает у ведущего, почему мы проходим разные исторические битвы, разные государства, разные страны, разные эпохи. Мы разбираем стратегию, мы разбираем моменты ключевые, которые привели к победе или к поражению, тактику. Все это мы так подробно и разбираем, разное время. Почему мы никогда не разбираем битвы Израиля, сражения Израиля? И офицер, который проводил занятия, он задумался и сказал одну вещь. Он говорит, потому что война Израиля, она часто выходит за границы логики. Там, где ты должен вроде бы пора играть, почему-то приходит победа. И вот как-то это разбирать, это просто не поддается объяснению. И написано, как радуется веселяться во время жатвы, как радуется при разделе добычи. И одна из таких великих побед в Библии описана победа Гидеона. Гидеон жил в трудное время, когда враги оккупировали его землю. Это казалось все мрачным. И он собрался просто, знаете, взять немножко зерна и убежать, и спрятаться, и переждать это трудное время. И Господь приходит к нему и говорит, иди с этой силой твоей, и ты победишь. И он собирает войско, а Бог говорит, вас очень много. И отсеивается часть людей, и часть людей уходит. Все боязливые. Кто боялся, кто сомневался, кто был неуверен, все уходят. И он смотрит, не так вроде много людей осталось. А Бог говорит, да все равно много людей. И говорит, еще одно условие ставит. Вот так поставил условие. Кто будет пить с ладони и смотреть, как бы по сторонам, те и остаются. Кто наклонится, вот как собака пьет, те пускай идут. И они ушли. И осталось 300 человек. И вот с этой армией, с этой группой, иди против гигантской армии. И они идут с Божьим словом, с Божьей истиной, с Божьим откровением. И перед ними враги бегут. Друзья, дорогие, порой и в нашей жизни мы видим, что это как-то кто-то уходит. Кто-то еще что-то. Как одна сестра сказала, Виктор, Иуда и Наливайкин решили возвратиться в Египет. Главное, чтобы Господь был с вами. Главное, чтобы шел Господь. И все будет хорошо. И все будет благословенно. И Гедеон идет, побеждает и торжество, и написано, как радуется во время жатвы, как радуется при разделе добычи. Иди с твоей силою, иди и побеждай. Почему? Да потому что вся слава принадлежит Богу. И Божьи люди, они прекрасно понимали это. Авраам, он говорит, кто я такой? Я прах и пепел, чтобы говорить владыке. Давид говорит, Господи, кто я? Кто моя семья, что ты так заботишься? Иов говорит, праведник, говорит, я раньше говорил, теперь я полагаю руку на уста мои. Что я могу сказать пред твоим величием? И множество людей, которые в смирении, и Бог действует, и Бог производит чудеса. Слава Господу, Аллилуйя! Слава Богу! Знаете, праздник жатвы, праздник жатвы, это не только урожай, это также мысли о нашей жизни. Написано, жатва это кончина века. Жатва кончина века. Когда подводится итог. Урожаю, что мы сделали в своей жизни, как мы Господа прославили, какой плод мы принесли для вечности. Друзья дорогие, сейчас мы будем молиться. У нас будет благословенное собрание. Господь будет касаться сердец. Господь будет звать кого-то на подвиг. Написано, что люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Кого-то Господь будет звать к покаянию. Кого-то Господь будет звать к примирению. Кого-то Господь будет звать к труду на его ниве. Будьте открыты для него. Господь сегодня хочет говорить каждому из нас. Его имя будет прославлено во всем. И важно помнить, что вот каждый день, каждый день это Божий подарок. И каждый день мы что-то сеем. И Библия говорит, что посеет человек, то он и пожнет. И мой призыв. С молитвой сегодня будем проверять свою жизнь. Помнить, что все в жизни проходит. Что когда-то нам предстоит оставить это место. Когда-то мы встретимся с Господом. И будет великая жатва. И будет окончательный Божий ответ. Будет окончательное Божье решение, где человек проведет вечность. Очень важно, пока мы на пути, быть готовыми, трудиться, радоваться и приносить плод для вечности. Да благостоит Господь, да поможет. Аминь. 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 Аминь.